Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и снижители хорошей музыки, всем грандиозный Миломанский привет! Как обычно, в первую очередь хочу выразить огромную искреннюю благодарность всем зрителям и подписчикам, которые принимают участие в жизни и развитии канала. Вся необходимая информация для тех, кто желает присоединиться в описании к этому видео. Добро пожаловать! 77-е видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции. Начну с совсем не музыкальной темы. По поводу дальнейшей судьбы YouTube Российской Федерации много слухов. Причем взаимоисключающих. Официальная информация сообщает, что ни о какой блокировке речь не идет. Неофициальные источники утверждают обратное. Что будет на самом деле, я понятия не имею, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому в описании к видео всегда есть ссылки на параллельные ресурсы, а конкретно на ВКонтакте, Дзен и Рутуб. Так что рекомендую на всякий случай подписаться. Важный момент. ВКонтакте нужно подписаться на сообщество, которое так и называется для любителей музыки. Действие совсем не сложное и, как говорится, береженого Бог бережет. А вот теперь начну. Зайду сразу с козырей. Дэвид Байрон вокал, Кен Хенсли клавишная гитара-вокал, мигбокс-гитара, Пол Ньютон бас, Ян Кларк ударный. И приглашенные музыканты. Манфред Манн, синтезатор на Джулай Моннин, Тодди Ози, Мак Тонтон и Лоди Амао, участники группы Осибиса, перкуссия на Лука Тусел. Лука Тусел, третий альбом британской группы Юрай Хип, выпущенный в октябре 71 года фирмой Бронс Рекордс в Европе и Меркури в Америке. Обложка альбома, идея гитариста Мика Бокса, глаза и пустое пространство, заполненное фольгой, в которой слушатель видел свое слегка искаженное отражение. «Посмотри на себя», — гласит надпись над этим зеркалом. В 71 году, когда мир сотрясали «Лед Зеппор» и «Ди Пёрпл» и «Блэк Саббат», Юрай Хип отправились в студию, чтобы записать свой третий альбом. Этот риз стал поворотным моментом в карьере группы, поскольку многие поклонники до сих пор считают его лучшим творением. Юрай Хип. Альбом представляет собой типичный для Юрай Хип хат-рок, но с примесями прогрессивного рока и хейв-металла, что особенно заметно в 10-минутной композиции «Джулай Монин». Кроме «Джулай Монин» на альбоме присутствуют такие мощные хиты, как «Лука Тусел» и «Шадо Субриф». А на самом деле весь альбом просто убойный. Стилистическое разнообразие, выразительный звук синтезаторов и проникновенный вокал Дэвида Байрона делают альбом сильным, и теперь можно смело утверждать культовым. Возвышенные и эмоциональные музыкальные ландшафты классического рока не оставят равнодушными ни одного слушателя. Абсолютная классика первой половины 70-х. Первая половина 70-х – уникальный период рок-музыки, когда музыкантам приходилось быть именно музыкантами, творцами и первооткрывателями, чтобы произвести впечатление на прессу и публику. Движение «Харта Прок-Рока» было периодом экспериментов, когда изобреталось множество новых интересных инструментов для создания новых звуков. Новым клавишным инструментом, который будет особенно заметен на этой новой сцене, станет «Синтезатор Мук». Мастерское изобретение покойного Роберта Муга, которое позже стало модным называть просто «Мини-Мук», и которое сыграет неотъемлемую роль в общем звучании многих самых успешных современников. «Лука Ту Селф» – это действительно гениальная работа, и она, безусловно, уходит в перечень лучших альбомов классического рока. А «Джулей Монин» обязательно нужно ставить в один ряд с «Чалт Ин Тан Ди Пёрпл» и «Старой Ту Хэл» на «Дзеппалин», как бесспорную классику рока. Именно с этим альбом группа окончательно дала понять, что они совершенно точно в рядах хард-роковой элиты. Заглавная композиция словно молния рассекает пространство, ибо сыграно на пределе скорости и эмоций, которую венчает головокружительный эпилог в исполнении ансамбля «Осебиса» на «Веркузе». Далее следует жестко, но гармонично, а его на бифре с эффектным финалом. Опус «Джулей Монин» подобен картине, написанной многослойными мазками, среди которых полихромная палитра клавишных, в частности грандиозные солоны мини-муги, которые стоят честь отдельным произведениям. Резкие гитарные строки и бессмертное голосовое восхождение Дэвида Байрона, чей вокал переливается изящными оттенками и полутонами. «Дизан Мэй Айс» является искусственным сочетанием увеличивших риффов с перекличкой двух гитар, в том числе слайд-гитары, и акустических ходов с отрывком в середине песни, отдающим отголосками старинных кельских баллов. Масштабно «Shadows of Leaf» проникнута готической атмосферой и инструктирована художественными гитарными и органными линиями в барочном духе, а также артистичным мощными вокализмами. Вроде бы прозрачная, атмосферная, вот «Shulby Dawn» на самом деле заставляет сконцентрироваться и не пропускать ни одного звука. Итог альбому подводит сногсшибательный рок-н-ролл «Лау Машин», исполненный с изысканной точностью, пронизанный астроумными гитарными тренлями и мастерским вокалом. Более полувека минувал с момента выхода «Look at the self», но музыка альбома звучит так же свежо и сияет живописными красками, так же, как и в «Золотой осень» 1971 года, бывшую «золотой эпохой» классического рока. Марк Нокфер выпустил свой 10-й сольный студийный альбом «Уан Деприва» 12 апреля этого года. 74-летний гитарист выдал альбом, который представляет собой мелодичную рот-мелодию в среднем темпе, демонстрирующую изысканный гитарный риф музыканта. Согласно исходному заявлению для прессы, альбом предлагает неудержимый поток классической музыки Марка Нокфера с их традиционно заученными текстами и изысканными гитарными текстурами. В заявлении также отмечалось, что у песнях присутствуют такие жанровые составляющие влияния, как блюз, фолк и рок, и они раскрывают свое очарование с неторопливой грацией и глубиной. На этом альбоме Марк Нокфер звучит, как всегда, узнаваемо и безошибочно, и делает все правильно, красивые песни и отличное звучание. В конце концов, мало кто из музыкантов создал такой индивидуальный стиль, как он. Расслабленный, плавный и мелодично мечтательный. На что похоже сие творения мастера? Что-то есть от Джей Джей Кейла, как в плане игры на гитаре, так и в плане вокала, но в основном это исключительно маэстро Марк Нокфер. Собственно, на этом можно было бы поставить точку, потому как Марк Нокфер, он Марк Нокфер и есть. Музыкант, который всегда в любой своей работе делает все, если не идеально, но в любом случае образцов. Ну, а сам автор, исполнитель, как обычно, немножко задумчивый, немножко лукавый, немножко меланхоличный, немножко озорной. Он всегда точно знает, что делает, и делает все, как надо. Его манера игры и пения на первый взгляд может показаться слишком простой и даже однообразной. Но от этих песен крайне сложно оторваться. В этом и заключается секрет. Вы много знаете музыкантов, которые могут так увлечь слушателя и абсолютно подчинить его собственному настроению? Собственно, главная тема этого альбома, его названия имеют прямую отсылку к детству Марка Ноптера, его родному городу Нью-Каслу и одной глубокой реке, реке Тайн, через него протекающей. Переправа через Тайн навсегда остается в твоих воспоминаниях и возвращает тебя в детство каждый раз, когда ты ее пересекаешь, уезжая из города или приезжая в него. Силы этого чувства никуда не исчезает, говорит музыкантов. Ван Ди Брио вовсе не открывает новые горизонты, но добавляет привычному канону множество хорошо написанных, безупречно сыгранных песен. Это своего рода умные песни из жизни, на которых музыкант построил свою карьеру и которую он до сих пор исполняет с легкостью настоящего мастера. Очень может быть, что многим слушателям не понравится замедленно и умиротворяющая атмосфера музыки Марка Ноктера. Она как будто убаюкивает. И знаете, такое мнение, конечно, имеет право на жизнь. Но для правильного восприятия этой музыки нужно соответствующее правильное настроение. А тем, кто знаком с творчеством этого заслуженного музыканта, выбрать правильное настроение совсем не сложно. И вот тогда исчезает бешеный ритм, раздражение и бездушство этой жизни и остается только покой, созерцание и медленное, неодолимое, медитативное течение одной темной реки. Ну, на этом Марк Ноктер не успокоился и практически тут же выпустил новый пик в честь празднования Дня музыкального магазина, который в этом году случился 20 апреля. вышел специальный мини-альбом с оригинальными песнями под названием «Забойник». Марка Ноктера очаровала передвижна ярмарка развлечений, которую часто посещал в юности и которая каждый год проходила на городской пустоши Нью-Касла. В песнях этого мини-альбома соединены темы ярмарочных площадей и боксерских рингов, которые были обычным явлением в Британии в 50-х и начало в 60-х годах. Понятно, что песни были записаны во время сессии для уже упомянутого мной альбома Ван Ди Прива. Си релиз, продюсированным Гайем Флетчером и Марком Ноктером, и был записан на легендарной студии Эппи Ротт. Тема бокса для Марка Ноктера не нова и совсем не оригинальна. Достаточно вспомнить с он форсионалистом, но дело, конечно, не в спорте и адреналине. Для него это просто еще один повод и возможность написать несколько сентиментальных ретро-сценок из давно прошедших времен. Приятные, но не выдающиеся номера на стыке фолка, американы и кельтской музыки. И в очередной раз все сделано правильно. Очень приятные, теплые и достаточно разнообразные вещи, отличающиеся по настроению и стилю. Каждый звук гитары подчеркивает гармоничное сочетание спокойствия и энергии, олицетворяя мастерство Марка Ноктера в его ремесле. Получился неплохой сувенир к дню музыкального магазина и не только для преданных поклонников. И раз я начал обзор с имен громких и очень значимых, продолжу в том же ключе. В записи пластинки, о которой пойдет речь, приняли участие иконы джаза. Боб Джеймс, Джек Деджанер, Билли Ковым, Рон Картер и Райф Макдональд. Альбом, который называется «Мизра». А лидером этого невероятного проекта был Габар Саван. Габар Сава, американский джазовый гитарист венгерского происхождения, один из первых смешал джаз с рок-музыкой и национальными мотивами. Еще до Джимми Хенрикса он стал использовать эффект обратной связи и фидбэк. Раньше Битлз применил щита, внедрил латиноамериканские ритмы в музыку прежде, чем Карлос Сантана. Значительное влияние этого музыканта на свое творчество признают такие монстры, как Карлос Сантана, Джон Маклаффлин, Робби Кригер и Ларри Горин. Так вот, в 1972 году Габар Сава записывая диск Мизроп необычный альбом, который содержит два выдающихся трека его собственного сочинения Мизроп и Фердер. Друзья мои, если вы хотите услышать действительно гениальную музыку, то она именно здесь, на этой пластинке, насыщенная, с идеальной дистанцией между инструментами, настолько четкой, что, закрыв глаза, можно точно увидеть местоположение музыканта в студии. В этой записи есть что-то такое, что, скорее всего, и называется абсолютной магией. Запись без преувеличения восхитительное, возвышенное, вкусное и сырая одновременно. Музыка, которая преодолевает все мыслимые и немыслимые границы. Кабур Саба был потрясающим гитаристом, его игра всегда была превосходной, но этот альбом это нечто запредельное. И помимо своих выдающихся способностей как исполнителя, гитарист написал сильно оригинальные мелодии, которые вы можете услышать на этой пластинке. Габур Саба обладал исключительно индивидуальным стилем, привынося в американский джаз свое собственное венгерское и цыганское наследие и влияние индийского фолка, придавая ему совершенно новое звучание. Если задуматься, то, что сделал Габур Саба на самом деле мало чем отличается от того, что сделал Джанго Ренхард для игры на гитаре поколением ранее. Любовь к американскому джазу, сочетание с глубоким уважением к собственному музыкальному наследию создали новое популярное звучание. Не случайно каждый из них придумал свою собственную систему и игру на струнах. Джанго по необходимости после тяжелой травмы, а Саба по первоначальному невежеству. Он был полностью самоучкой. Его самообразование по итогу было довольно тщательным, потому что после переезда в Америку Габур Саба поступил в бостонскую музыкальную школу Беркли для изучения теории музыки. Напомню, что на Мизраб вы услышите неизменно великолепных Рона Картера на басу, Джека Диджанетта и Беликоба на барабанах, Ральфа Макдональда на перкуссии и небольшую оркестровую группу во главе с Бобом Джеймсом на клавишах. В итоге получился сумасшедший микс космического и уличного жанра. Заглавный трек Мизраб открывает пластинку мрачной постепенно нарастающей восточноевропейской цыганской атмосферы, в которой Боб Джеймс и Рон Картер выталкивают на поверхность Габара Саба, который начинает играть главную мелодию только через полторы минуты. Барабанные партии Беликоба в странном ритме и латиноамериканская перкуссия сочетаются с игрой саба на электрогитаре. Эта мелодия почти 10 минут полного изумления. и латиноамериканская субтитры и латиноамериканская субтитры и латиноамериканская Фёрдин начинается как почти обреченная романтическая баллада и походу становится все мрачнее усиливаемая игрой Джека Держанетта Гудава. Граматика второго концерта Дмитрия Шостаковича насыщает масштабное звуковое поле в номере концерта. Понятно, что о прямой транскрипции грандиозного опуса никто и не помышлял. Цель была совершенно иной перевести знаковое произведение советского гения на язык джаза. И представьте, чуткому венгру сия оказалась по силам. Правда, в итоге тут гораздо больше от самого Габа-Росаба, чем непосредственно от Шостаковича, но результат все равно впечатляет. Драма, страсть, интрига, тайна все это здесь. Вообще, первая часть мизра ориентирована скорее на поклонников жаду. А вот на стороне Б вы получите более спокойный расслабляющий звук. Эта пластинка по правому рассчитаться одним из наиболее интересных и комплексных творений выдающегося исполнителя. Искренне рекомендую к прослушиванию каждому меломану, а уж для любителей джаза эта пластинка обязательно. Ведер весьма известной датской группы Royal Hunt главешник Андрей Андерсон в 2003 году выпустил сборник фортепианных пьес, убдительно доказывающих, что влияние русской классической музыки на современный рок с годами ничуть не ослабевает. 70-е и 80-е годы русскую классику Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Сверидова любили играть абсолютно все, кому не любят. От англичан Эмерсу Лейкен Памер и голландцев Фокус до восточных немцев Штерн Комба Мессиен Венгрову Демократу Эзеда Мурвик и советского автографа. И сегодня и джаз, и рок-музыканты продолжают усваивать классическое наследие, причем иногда это бывает вполне успешно. И вот сольный релиз Андрея Андерсона одно из таких бесспорных достижений изумительной красоты темы, великолепная испанкельская техника, заставляющего вспомнить самого Сергея Рахманинова и поразительной широты музыкальной Тот факт, что для лидера группы Royal Hunt Андрея, или если хотите Андрея Андерсона классическое музыкальное наследие не пустой звук, подтвердит всякий, кто хоть краем уха слышал его рок-сочинение. И совершенно не хочется называть оны неоклассикой. С другой стороны, эти произведения невозможно провести по ведомству Нью Эйджа. Из этих сдержанных номеров просто прут эмоции и какие эмоции. Впрочем, те, кому знакомо рок-творчество Royal Hunt, мигом услышат материалы от этого альбома Ocean View до более знакомой интонации. Здесь вы встретите тонкие намеки не только на известные фортепианные шедевры, но и интонации этнические, джазовые и даже парафразы на тему советской эстрады. Ничего удивительного, Андрей Андерсон родился и вырос в Советском Союзе, а у его интернациональной группы имеются фан-клубы в США и даже Бразилии. Как тут не вспомнить фразу «нет пророка в своем отечестве». Ocean View можно сказать уникальный альбом. Казалось бы, от Андрея Андерсона и Ройл Хант не было смысла ждать каких-то сюрпризов. Все шло размеренно и прямолинейно, но вот неожиданно вышел такой необычный сольный альбом. Необычен он даже не тем, что на диске все песни инструментальны. Даже не просто инструментальные, а исполненные на рояле. Альбом необычен по стилю, по подаче, по тому впечатлению и послевкусию, которые он оставляет. Кто-то скажет, не давали покоя Лавры Джона Лорда или Рика Уэйкмана. Но это или от зависти, или просто критики напрасны ради. Не вижу смысла проводить хоть какие-то параллели. Рик Уэйкман абсолютный гений, один из величайших клавишников современности. А величайший Джон Лорд для меня был, есть и будет первым номером. Ну разве плохо, что дело и живет. В записи приняли участие приглашенные музыканты скрипка, виолончели, гитара, но они отметились только на трех треках. И ощущение того, что это единоличный альбом талантливого укротителя черных и белых клавиш остается совершенно непоколебимым. Ровно так же, как и признание того, что Андрей Андерсон отличный клавишник и великолепный композитер. И Ocean View это только подтверждает. Очень приятный, красивый, интеллигентный и увлекательный альбом, который относится к категории достойных для ознакомления вне зависимости от музыкальных пристрастий. Глубокое и вдохновенная музыка. А на сегодня все, друзья мои. Всем добра и всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Увидимся.